Офицер в запасе Игорь Кружаков на расширенном совещании по-армейски сдержан, хотя сохранять выдержку не так-то просто. Мужчина почти 20 лет живет в Немчиновке, поэтому знает, каким когда-то был большой Немчиновский пруд. Была чистая вода, в которой была видна копловые трепки. Мы даже запускали сюда белых и черных лебедей, утки, чайки, лебеди. Было очень красиво. Сейчас красота Немчиновского пруда под угрозой. Чтобы понять это, не нужно быть специалистом. Загрязнение, особенно во время дождя, видно невооруженным глазом. Взятые специалистами Росприроднадзора пробы лишний раз подтверждают опасения жителей. Водоем надо спасать. Могу привести следующее. Рыбхозовские параметры для этого пруда, как у нас нормативы, это 0,05 мг на литр. А поступало на очистные сооружения 1820, на выходе было 24. Уровень загрязнения мог быть еще выше, если бы не очистные сооружения торгово-развлекательного комплекса Вегас-Кунцево. В водах, которые попадают в них из столицы со стороны МКАД, превышение в сотни раз больше. Представители ТРК говорят, инженерные конструкции не справляются с нагрузкой. В том объеме, в котором идут нечистоты с Москвы, вот эти нефтепродукты, естественно, данные очистные сооружения не способны это все переработать. Мы вместе с вами и нашими экспертами проведем экспертизу мощности очистных сооружений, вот о чем мы говорили, и технологические цепочки. И если это будет не соответствовать реальности, тоже буду выходить на акционеров, на руководство, чтобы вашими силами дорастить, модернизировать эти очистные сооружения. Перед началом строительства ТРК Вегас-Кунцево было подписано соглашение между администрацией городского поселения Одинцова и руководством комплекса. По словам местных жителей, присутствовавших тогда на слушаниях, на месте осушенного болота, которое и спасало, по их мнению, пруд от загрязнения, должны были появиться, но так и не появились очистные сооружения. Также этот документ предполагал единоразовую очистку пруда. Очистка пруда вылилась в ночной рейд нескольких рабочих из фирмы «Мириадо» на резиновой лодке, которые плавали по пруду и обрывали кувшинки. Ну и потом посчитали немножко берега, вокруг пруда убрали мусор, а курты собрали. Вот, собственно, вот на этом очистка пруда и закончилась. Кроме того, руководство Мегамола, согласно бумагам, должно было построить канализацию на улице вдоль верхней части пруда, которая соединялась бы с центральной канализацией самого Вегаса. Это могло бы улучшить экологическую обстановку в поселке, если бы было реализовано. Впрочем, представители ТРК не устают повторять, торговый комплекс не является источником загрязнения. На месте Вегаса было болото. Болото являлось, как все говорят, природным абсорбентом. Но никто не хочет слышать, что нечистоты как были, просто какая-то часть их задерживала в болоте. Но сейчас просто этого болота нет. Но нужно же решить проблему первоисточника. То есть, если бы со стороны Москвы и со стороны техцентра Кунцева и Автомола эти нечистоты не текли, то в речку бы ничего не попадало. Чтобы снять с себя все подозрения, представители ТРК Вегас Кунцева готовы в любое время провести экскурсию по своим очистным сооружениям и коллектору. Рабочая группа, созданная по итогам совещания, этим приглашением воспользуется в ближайшее время. Кроме того, ей предстоит наладить контакты с департаментом ЖКХ Москвы и обсудить необходимость строительства очистных сооружений перед МКАД. Руководство торгового комплекса еще раз изучит подписанное соглашение, чтобы исполнить все его пункты. Министерство экологии должно выяснить, имеются ли незаконные врезки в канализацию. Работы у всех заинтересованных сторон предстоит немало. Ее предварительные итоги по плану должны подвести уже через две недели. Тогда, скорее всего, и будет найден ответ на главный вопрос. Кто все-таки загрязняет Большой Немчиновский пруд? Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.